Всем привет! Наконец-то сбылась мечта идиота и я попал в ботанический сад Денвера весной. Вы можете себе представить, 5 лет живу в Денвере, 5 лет мечтаю попасть и наконец-то на пятый год попал. И немножечко обломался. Это конечно было очень неожиданно, но как оказалось в ботаническом саду весной очень популярно вести свадьбы и разнообразные корпоративы и выпускные. Вот это вот был кусочек выпускного. Да, я конечно не стал там много снимать людей сзади. Даже утки обалдели и показывают мне тут пятую точку. Но в общем конечно это был очень неожиданный поворот. Половину парка посмотреть мы не смогли. И между прочим это очень красивые части парка были. К сожалению они были закрыты из-за того, что там у кого-то свадьба, у кого-то выпускной, у кого-то какие-то корпоративы. В общем конечно же занимали люди красивые места, очень красивые. Я знаю там один закуток, который я очень хотел снять. Я его снимал раньше в других своих видео, когда я приезжал в другой сезон в этот парк. Я очень мечтал туда сходить весной, но не повезло. Было закрыто, как говорится, private event. Я так понимаю, что весной в момент светения всего и вся найти такой день, когда нету private event, наверное невозможно. Не знаю, а может и возможно. Но по крайней мере вот мой первый опыт попасть сюда весной и оказался вот с такими вот обломами. Когда везде сидят, гудят, какие-то столики, стульчики и никуда не зайти и ничего не поснимать. Мне кажется, в такое время года цена на посещение ботанического сада должна быть с какой-то скидочкой, причем достаточно солидной в зависимости от количества посещенных мест. Вообще, надо сказать, конечно, ботанический сад он красивен в любое время года. Сюда классно прийти и весной, и летом, и осенью, и зимой. У меня уже есть видеоролик про зимние огоньки, но он был снят, когда еще не было нормальных устройств, умеющих снимать это все ночью. В общем, у меня есть планы сюда приехать опять и снять в этот раз не фото-видео, так сказать, а реально классный контент с помощью телефона, который умеет снимать хорошие кадры в низкой освещенности. И я думаю, это будет офигенское видео. Вообще, ботанический сад Денвера один из крупнейших ботанических садов в США, и он находится на площади 23 гектара и насчитывает аж 32 тысячи растений. Я вам, конечно, все 32 тысячи тут вряд ли покажу, но кое-что мы, конечно, посмотрим. И самое интересное, что этот ботанический сад не просто место, где эти растения растут, как большинство ботанических садов. Этот ботанический сад является научным центром, где изобретают, смотрят, следят, в общем, делают все возможное для того, чтобы сохранить редкие растения и растения, которым угрожает исчезновение. Здесь огромное количество растений, которые занесены в Красную книгу. Ну и, конечно, этот ботанический сад зарабатывает как может. И интересно, что на базе ботанического сада есть детский сад. Прикиньте, вот так вот. Если у вас есть малыш, и вы не знаете, в какой детский сад его отдать, можно отдать в детский сад ботанического сада. Этот детский сад заточен на том, чтобы научить детей заботиться о растениях и природе в целом. Малышей учат очень-очень многим интересным вещам, начиная с того момента, пока они еще, в общем-то, ходить не научились. Для тех, кто постарше, на территории ботанического сада проводят уроки йоги. Среди красивейших растений, среди вот вообще вот этой вот красоты. Конечно, сюда на уроки йоги ходить, наверное, это просто супер. Ну и, конечно же, здесь проходят уроки садоводства. Да, можно записаться на мастер-классы и узнать, как выращивать те или иные растения. И достаточно большое количество людей приходит сюда на эти уроки для того, чтобы воспроизвести мини-ботанический сад у себя во дворе возле дома. Но для тех, кто не интересуется ни тем, ни этим, ни другим, но все еще взрослый, ботанический сад предлагает дегустации вина, пива и приготовления пищи. А после всего этого можно сходить на концерт. Концерты под открытым небом проходят здесь тоже на регулярной основе. Обычно на таких концертах выступают молодые, неразрекламированные группы, которые хотят показать себя обществу. Либо очень-очень старые, забытые группы или певцы, такие как, например, Крис Айзек. Его, между прочим, мы с вами изобрели в кусочек ботанического сада, который называется Японский сад. И здесь проводят уроки медитации. И можно прийти даже и без уроков просто помедицировать. Я не стал снимать этих людей, конечно же, на всех случай. Но люди сюда приходят посидеть на всяких разнообразных ковриках, подставочках, лавочках, скамеечках. В общем, приходят сюда медицировать и без уроков. Просто так, просто для себя. И, конечно же, это очень классно. Здесь классно не только помедицировать, но и даже просто погулять. Просто посмотреть на всю эту красоту. Правда, комары меня удивили. Да, для Колорадо комары это редкость. И я их даже заснял. Они здесь есть, в Японском саду. А еще вы удивитесь. Казалось бы, это ботанический сад. И здесь должно быть все про растения. Но этот ботанический сад проводит уроки веретеринаров. Вот так вот. Так что, если вы фанат животного мира, можно сюда прийти и послушать огромное количество лекций о том, как ухаживать за животными. Как их лечить. В общем, базовые навыки ветеринара можно получить в этом ботаническом саду. Маленький перерыв от учебных программ. Этот ботанический сад установил мировой рекорд Гиннеса по количеству наряженных тыкв на Хэллоуин. Вот так вот бывает. А знаете еще, чему учат в этом ботаническом саду? Здесь учат фотографии. Представьте себе, да. Здесь учат фотографии в красивой природной обстановке. Учат и портретные фотографии, и природа, и лендскейп. Короче говоря, все виды фото, которые себе можно только представить, этому всему учат в этом ботаническом саду. Я бы тут с удовольствием, наверное, тоже поучился бы фотографировать, конечно. Такие виды, иметь фотографии с такими фонами, это просто что-то с чем-то. Ну и, конечно же, следующая популярная вещь в этом ботаническом саду. Это просто фотографирование, да, или, как это сказать, фотография. Огромное количество фотографов приезжают сюда со своими клиентами сделать классные фотки. Я больше чем уверен, что половина из них училась на местных курсах. Я думаю, что те фотографы, которые устраивают здесь какие-нибудь свадебные фотосессии, или просто фотосессии, какие-то портреты, семейные, разнообразные другие, они, конечно же, знают классные локации, классные точки, и об этих местах, обо всех рассказывают на уроках фотографии этого ботанического сада. А знаете, чему еще необычному можно научиться в этом ботаническом саду? Можно научиться пчеловодству. Да, здесь есть улей, мы туда не пошли, как-то случайно не зашли на самом деле. В общем-то, не было специальной цели их обойти. Но да, они здесь есть. И здесь учат пчеловодству и рассказывают о ценности пчел. О ценности пчел как для растений, так и для человека, так и для добычи меда. Ну, в общем, вообще все, в чем ценные пчелы. Так что, если вы мечтаете стать пасечником и не знаете, где научиться, ну, сходите в этот ботанический сад, что ли. Попробуйте сходить на местные уроки, может у вас получится. Интересно, что здесь есть сад в Библии. Отдельная такая клумба, целый сад, как они называют, посвященный растениям, упоминающимся в Библии. Это очень уникальное место для изучения истории и религии и ботаники одновременно. Я, к сожалению, не понял, какой из них, из этих садов, именно он, но он здесь и есть. Ну, и раз уж мы дошли до кактусов разнообразных, я вам должен рассказать, что здесь одна из самых впечатляющих коллекций саккулентов. Если вы фанатеете по разнообразным кактусам, то вам сюда, здесь вам есть на что посмотреть. Это уж точно. А уж то, что здесь могут расти пальмы, для меня, если честно, было большим сюрпризом. Я не думал, что в этой климатической зоне они могут расти, но оказывается, могут, просто их надо посадить, ну, как говорится, вот и все. Оказывается, их здесь просто никто не пытался распространять и выращивать в большом количестве, но они вполне себе могут расти и в Колорадо. Видите, эта пальма растет ни в парнике, она ничем не накрывается, не закрывается, в общем, она просто здесь растет. Я даже задумался, может, мне у себя на Бакьярде пальму посадить и выпендриться. Да, будет интересно, конечно. Непонятно, конечно, почему она не замерзла и как так получается. Очень интересно. Итак, как вы уже догадались, здесь представлено огромное количество климатических зон в этом ботаническом саду. От пустыни и до тропиков. Да, и дойдем мы с вами и до тропиков тоже. Обязательно вам покажу тропические растения. Кстати, здесь находится одно из самых древних деревьев бонсай в США. Этому дереву насчитываются более 350 лет. Интересно, что здесь еще проводятся уроки по дизайну. Как это правильно даже назвать, я вот уже и забыл. Короче говоря, в инскейп-дизайне. Да, когда вы учитесь, как интересно и красиво организовать природу вокруг какого-то объекта. Интересно, через сколько лет я забуду русский язык вообще? Еще интересно, что здесь есть отдельная клумба, которая называется ароматический сад. Где можно понюхать очень-очень большое количество вкусно пахнущих растений. Вот так вот интересно. Если у вас есть аллергия на растения, вам, наверное, туда заходить не стоит. Но если нет и вам хочется вдохнуть обалденнейших ароматов, то вам, конечно же, стоит туда заглянуть. Это однозначно. Интересно, что в различные, как это сказать, поры года, месяцы, года, в зависимости от цветения, ботанический сад проводит цветочные шоу. Где вы можете посмотреть на обалденнейшие красивые цветы, как они цветут. И купить себе растения домой. Иногда бывает случается так, что семян вырастили слишком много. Хранить возможности их нет. Нужное количество семян, луковиц там и так далее. Ботанический сад для своего фонда сохранил. А остальные нужно куда-то деть, чтобы они не пропали. И их, бывает, раздают бесплатно. Так что, если следить за новостями ботанического сада, можно нарваться, когда вам какую-нибудь такую обалденную красоту могут раздать просто бесплатно. А еще ботанический сад участвует в программе, которая называется «Урожай для голодных». В общем, все фруктовые растения, которые здесь растут, везде, что можно собрать, какие-то плоды, яблоки, ягоды там и всякое разное прочее. Это все сдается в местные фудбанки для того, чтобы накормить семьи, нуждающиеся в еде. Вы наверняка у других блогеров слышали про такое понятие, как фудбанк, куда можно прийти и просто получить бесплатные еды, если тебе надо. В общем, этот ботанический сад участвует в такой программе и раздает то, что у него выросло, и можно съесть таким вот фудбанком. Ну и, конечно же, я уже вам рассказывал про то, что здесь проводят уроки для пасечников и устраивают фестивали меда. А как же без этого? Но, правда, надо сказать, что сам ботанический сад производит меда мало, поэтому обычно сюда приглашают разнообразных, так сказать, вендоров. Забыл, как по-русски. Вот, караул, кошмар. В общем, те, кто может продавать, предоставляют мед, локальные поставщики меда, те, кто производит мед в горах. В общем, в сезон сбора меда, обычно это август-сентябрь месяц, здесь бывают фестивали меда, и можно купить офигенски вкусный разнообразный мед. Прямо здесь, в ботаническом саду. А еще в этом ботаническом саду есть лагеря. Они есть как летний, зимний, осенний, несенний. В общем, в любое время года, если вы хотите отправить ребенка в какой-нибудь лагерь, то можно рассмотреть в том числе и ботанический сад. Здесь детям будет очень-очень интересно. А еще очень неожиданно, но этот ботанический сад в том числе проводит мероприятия по наблюдению за звездами. Надо следить за программой, смотреть, когда они это делают. И в какие-то вечера они устанавливают на своей территории огромное количество разнообразных телескопов. И можно прийти и понаблюдать за звездами в телескопы с территории ботанического сада в окружении очень красивых цветов. Ну а это уже парниковая часть. Да, это уже находится в здании под крышей. Но самая главная фишка, что эта часть доступна круглый год. И здесь растения растут круглый год. Если вам очень хочется окунуться в тропической зоне, например, в маленьком кусочке Бали, то вам сюда. Тут, конечно, у меня отдельные эмоции по поводу этой части. С одной стороны, здесь очень красиво, очень зелено. Очень интересные, разнообразные растения. Очень много всего. Просто дух захватывающего. Но с другой стороны, очень жарко, очень душно и очень влажно. Я отношусь к тому типу людей, которые не любят духоту, не любят жару. Мне, например, в Минске летом было очень душно и жарко. Я просто помирал от жары. И когда я попадаю вот в этот вот аквариум, я прямо вспоминаю какой-то ужас находиться во влажном климате. Влажный климат, это, конечно, в очередной раз я убеждаюсь, что не для меня. Колорадский климат мне гораздо больше нравится. Все то, что находится за пределами этого парника. Когда у меня некоторые люди спрашивают, не хотел бы ли я переехать куда-нибудь, где потеплее. В какую-нибудь, например, Флориду там или в какую-нибудь вообще другую страну, типа Бали, либо любую другую, где всегда тепло, где рядом океан. Заходя сюда, я понимаю, что, ну, нет, не хотел бы, нет. Мне в Колорадо нравится гораздо больше. Мне достаточно 15 минут в этом помещении для того, чтобы отдуреть от влажности и от жары. Иногда я думаю, что очень хорошо, что я ни разу в жизни не купил себе билет куда-нибудь в такое вот место, хотя меня много раз убеждали, что я должен съездить, но я в нутром чувствовал, что нет, не должен. И, в общем-то, я был прав. Да, когда приходишь в такое место, ты понимаешь, что этот климат абсолютно не мой. Но есть люди, которые от него тащатся. Например, Арсений сказал, что это его самое любимое место. И он хотел бы сюда возвращаться еще, еще, еще и много-много раз и вообще отсюда уходить не хотел. Так ему понравилось. Короче говоря, это все очень индивидуально. Есть люди, которые любят жару, влагу. Вот это вот все. И да, Арсению это очень понравилось. Он просто офигел и не хотел отсюда уходить. А я здесь ходил с одной лишь мыслью, с одной лишь мыслью, как побыстрее отсюда сбежать. Ну, на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok